Нефтянику удалось открыть счет в первом периоде, который прошел под диктовку альмитевских хоккеистов. Об этом свидетельствует и статистика бросков по воротам. 12 против 8. Саров отвечал нечастыми контратаками. Во втором тайме гости стали действовать острее. На 28-й минуте им удалось сравнять счет, отличился Артем Могила. А еще через 3 минуты Алексей Волгин вывел Саров вперед 2-1. Игра тем временем приобретала все более жесткий характер. Грубые столкновения следовали одно за другим. А вот за этот удар соперника дисциплинарным штрафом до конца игры был наказан игрок нефтяника Рустем Шангараев. Саров раз за разом создавал опасные моменты у ворот хозяев. Нефтяник отвечал более редкими атаками, которые не завершались успехом. Штрафная скамейка не пустовала, практически любой опасный момент мог закончиться дракой хоккеистов. А в этом эпизоде нападающий хозяев Павел Корнилов решил разобраться с соперником с помощью кулаков и получил за это двухминутный штраф. На 45-й минуте Илья Ахметов забросил третью шайбу, а через минуту Дмитрий Годенков довел счет до разгромного. При счете 1-4 болельщики стали покидать свои места и трибуны дворца спорта юбилейный заметно поредели. А вот на поле страсти не утихали. В очередной атаке нападающий гостей остался без клюшки. Затем последовал еще ряд эпизодов, в которых судьям приходилось разнимать хоккеистов. Грубую игру игроков после матча прокомментировал главный тренер гостей Игорь Аверкин. Для 55-й минуты нефтяник пропустил пятую шайбу, автором которой стал Илья Ахметов. В оставшееся время нефтянику удалось создать несколько опасных моментов, но счет на не изменился 1-5. Что же касается главного тренера нефтяника Решата Геймаева, он комментирует разгромное поражение своих подопечных, отказался. Это поражение отодвинуло нефтяник на 22 место, третье с конца турнирной таблицы.